Добрый день еще раз, меня зовут Юлия Гордеева, я представляю Discover Qatar, это принимающая компания, находимся мы в Катаре и принимаем ваших туристов, поэтому если есть какие-то вопросы по сервису в Катаре, там как что происходит, вы, пожалуйста, задавайте в чате, я по окончанию постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну и перейдем к основной теме, это отельная база, понятно, что мы не сможем сейчас рассмотреть все отели, которые есть в Катаре, их очень много, рассмотрим топ пляжных отелей, быстренько по ним пройдемся, я освещу основные детали, основные моменты, которые чаще всего могут вызвать сомнения или чаще всего вы задаете вопросы, но опять-таки, если что-то будет непонятно, что-то я не раскрою, пишите в чат и по окончании я как бы стараюсь ответить. Егор, все слышно, да, все нормально, все хорошо, да, идет? Да, все хорошо. Окей, итак, добро пожаловать в Катар, очень, сейчас секундочку, у меня тут перескочило, быстренько как бы пройдемся по тем сервисам, которые вы можете предлагать своим туристам в Катаре. Услуги встречи сопровождения в аэропорту, да, то есть по прилету, на вылете, в транзите, трансферы из аэропорта в отель и обратно, трансферы между какими-то там, не знаю, отелями или еще где-то внутри. Туры для транзитных пассажиров, когда вы летите, например, ваш пассажир летит транзитом через Доху, мы можем предложить транзитный тур, это может быть обзорная экскурсия по Дохе, это может быть сафари по специальной цене. Вы можете также использовать специальные цены на остановку, транзитную остановку, ночевку в Катаре, в том числе есть специальные цены, специальные условия на стоп-овер-пакеты. Еще один момент, это чек-ин, чек-аут происходит 24 часа на 7 и специальная цена на размещение во время транзита от 35 долларов, условно, за номер, сутки в пятизвездочном отеле. Ну, это грубо условно, вся информация есть у фанэнстан. Деловые партнеры, мы работаем с деловыми партнерами, с командировками, туры и экскурсии предлагаем на групповой основе, на индивидуальной основе, можем предложить с русскоязычным гидом. Работаем в теме спорта, предлагаем много интересных пакетов на соревнования и так далее, которые могут проходить в Катаре, а Катар, он фокусируется на спорте. Работаем напрямую с отелями, более 200 эксклюзивных предложений от отелей, ну и также предлагаем программы для групп, для май-сегмента. Итак, еще раз быстренько напомню, почему стоит продавать в Катар, почему нужно предлагать Катар вашим туристам. Итак, Катар это круглоглодичное направление, то есть здесь солнечно, тепло, круглый год, ну, есть, конечно, сезональность, когда пожарче, когда попрохладнее, но тем не менее, ехать сюда можно круглый год. Катар признан одной из, первой, наверное, по безопасности страны в мире. Катар предлагает различный, разнообразный выбор ресторанов, кухонь. В Катаре представлены все ведущие гостиничные цепочки мира, не имеющие аналогов собрания экспонатов, лучших экспонатов, да, глобально по миру они собирали лучшую, самую большую коллекцию экспонатов исламского искусства. Собраны музеи. Кроме того, есть объекты, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, интересных посещений, разнообразный природный подводный мир. Авиакомпания Катар Airways признана лучшей в мире, она выполняет прямые рейсы в Доху. Аэропорт Хамат признан был лучшим в мире, аэропорт, который находится в Дохе. Ну и Катар предлагает гражданам 95 стран бесплатную визу по прилету. То есть вы прилетаете, вам в паспорт вклеивается наклеечка виза на 30 дней или более, в зависимости от страны. Еще один момент хочу напомнить, что с 1 ноября Катар отменил все ковидные требования на въезд. То есть теперь для путешественников, которые едут, ну скажем, после чемпионата, да, чемпионат заканчивается у нас условно 18 до 23 декабря, страна еще закрыта. Вот те, кто едут после 23 декабря и далее, туристы, им не нужно уже иметь, там не требуется ни ПЦР-тест, не требуется, ну как бы обязательно вакцинация не требуется. Эхтераз, кто помнит, если кто сталкивался, помните заполнение Эхтераз, мы раньше заполняли, тоже это ничего не требуется. Вот, и сказала виза бесплатная, паспорт должен быть действительным 6 месяцев с момента окончания поездки. Ну и плюс паспорт должен иметь каждый путешественник, включая детей, потому что виза вклеивается в каждый паспорт. Итак, переходим к отельной части, как я уже говорила, мы рассмотрим здесь основные отели пляжные, в Катаре есть, давайте так разделим сразу, отели пляжные, это отели, которые имеют свой частный пляж и стоят на первой линии, есть отели городские, то есть те, которые не имеют своего пляжа. Здесь рассмотрим пляжные отели, первый отель это отель цепочки Ритцкалтон, 5 звезд, пляжный отель, находится на берегу, в престижном районе лагуна Вестбей, в очаровательном месте, вот это вот большое современное здание, вы видите на картинке, ну, сейчас, один момент, ой, ну, как раз таки, так, один момент, хотела раскрыть его, хотела увеличить, но что-то мне не получается, значит, предлагает 374 номера, каждый номер имеет балкон, есть разный вид, там, на залив, на город, первоклассные рестораны и бары на территории отеля, роскошный спа-центр, современный фитнес-центр, ну, и крытый и открытый бассейн. Отель Хилтон-Дохан, тоже отель 5 звезд, вот это вид из отеля, вы видите, пляжная линия, желтый песочек, в Катаре желтый песочек, бассейн, отель тоже расположен в таком оживленном, скажем, сердце Дохи, выходит на Арабский залив и находится всего в 20 километрах от международного аэропорта Хамад, тоже большое современное здание, предлагает 309 номеров, включая люксы с различными видами, в некоторых люксах есть балконы, широкий выбор ресторанов, бары, развлекательные ночные заведения, спа-центр, 7 конференц-залов для проведения совещаний, конференций, банкетов. Хочу сразу отметить, что все пляжные отели, помимо того, что они предлагают отдых на пляже, пляжный отдых, они еще имеют возможности предложить вот именно банкеты, конференции, потому что у них во всех этих отелях есть и митинг-румы, и балл-румы разных размеров, поэтому имейте в виду, те, кто хотят отметить, я не знаю, свадьбу, день рождения, пожалуйста, эти все возможности в этих отелях имеются. Следующий отель, курортный отель, Hilton Salva Beach Resort and Villas, потому что отель предлагает размещение как обычное стандартное, так и размещение в виллах. Отель достаточно новый, он был открыт, наверное, в прошлом году, предлагает более 350 номеров, включая виллы на пляже, с собственным бассейном и садом для тех, кто любит приватность, широкий выбор ресторанов, баров, огромная территория пляжная, 3,5 километра. Вот в этом отеле на его территории располагается аквапарк, а также парк развлечений. Сразу хочу отметить, что гости отеля, живущие, отдыхающие, они получают доступ к аквапарку бесплатный. Отель очень часто предлагает очень интересные промо, вот сейчас, например, у них есть промо раннего бронирования, из промо, апгрейд, там, завтраков на хаффборд и так далее. Фитнес, большой центр, спа, пристан для яхт, плавательные открытые и закрытые бассейны, широкий выбор ресторанов и баров, как я уже сказала, так, например, если ваши гости останавливаются на, например, полупансионе, да, то они на, например, ужин могут выбрать, где им поужин, в одном из пяти ресторанов на выбор. То есть это очень классная опция. Еще хочу отметить сразу, что большинство отелей, с которыми мы работаем и которые предлагает фанэнсан, они предлагают размещение на трех типах питания. Завтрак, полупансион и полный пансион, то есть завтрак, обед и ужин. За небольшим исключением мы потом к нему перейдем. Следующий отель – это отель, курортный отель Шератон. Вы видите на картинке такое трапециевидное здание, это уж такая эмблема, наверное, Катара. Это одно из первых зданий, которое было построено в Катаре, ну, отельных зданий, которые были построены в начале 80-х годов. Вот, шикарный отель, пять звезд, расположен недалеко от аэропорта, к услугам частный пляж, великолепное удобство для отдыха. Работают на территории этого отеля семь известных ресторанов, в том числе «Ля Веранда», это итальянский ресторан, находится прямо расположен у воды. Известный стейкхаус «Нусред». Превосходная инфраструктура, включают открытые бассейны, зону для детей, джакузи, теннисный корт. То есть хочу сразу сказать, что вот практически все отели, которые мы сейчас будем рассматривать, у них большое у всех количество ресторанов, лаунжи на территории, которые они предлагают. То есть можно всегда выбрать, где там поужинать, пообедать, если нужно. Плюс вот этот отель «Широтон», он очень выгодно, с моей точки зрения, расположен. Он расположен, ну, скажем, в центре города, ну, скажем так, близко к центру города. От этого отеля можно дойти пешком до шоппинг-мола, можно выйти на набережную «Карниж», вот на променад, да, вот эту вот улицу известную, можно дойти до исторического центра города. Это вот те, кто любит прогулки вечерние, там, с коляской, я не знаю, просто вечером пройтись. Очень удобно вот этот отель можно предлагать. Отель «Фор Сизонс Доха», вот как раз-таки вот это исключение из всех остальных отелей. Этот отель единственный, который предлагает размещение на базе завтраков, это максимум. У них такой концепт. То есть максимум завтраки можете забронировать в этом отеле. Этот отель был закрыт и реновирован в течение, наверное, двух лет. То есть номерной фонд полностью новый, свежий, пляжная линия тоже там немножко видоизменена, веранда и так далее. Отель имеет трехэтажный оздоровительный спа-центр с 11 процедурными кабинетами, водолечебницами и большим фитнес-центром современным. На территории порядка 10 разных ресторанов и лаунжей, включая крупнейший в мире ресторан «Сити Нобу». Шикарный отель, поэтому, в принципе, он подходит как для отдыха пляжного, так и, наверное, и для деловых, скажем, поездок в том числе. Так, могу перепроверить, все слышно, ничего не сбилось. Здесь, коллеги, выкиньте, пожалуйста, все ли видно, слышно. Алло, алло. Ага, хорошо. Итак, следующий отель Grand Hyatt Doha, отель от Виллос, то же самое. Вот те, кто любит виллы, пожалуйста, обратите внимание, на вот эти отели, они предлагают как бы размещение в виллах. Отель расположен на побережье в районе лагуна Вестбей, недалеко от международного аэропорта Хамат, и в нескольких минутах ходьбы от нового города Лусаил. Предлагает несколько открытых бассейнов, спа-центр с обширным выбором процедур, разных ароматерапий, большой выбор ресторанов на своей территории. И, в принципе, достаточно такое спокойное место, очень такой релаксовый пляжная зона, очень комфортная там и для детей, и для семей с детьми. В общем, обращайте внимание на этот отель в том числе. Следующий отель Shark Village, инспа, цепочки Ридс Карлтон. Вот вы видите на картинке, отель имеет такую, знаете, вот архитектуру арабской деревни. Те, кто ищет, вот, например, некоторые не хотят останавливаться в современных тут в высокоэтажных зданиях, хотят вот из-за что-то такое аутентичное. Вот обратите внимание, отель Shark Village. Шикарный такой атмосферный курорт. Тоже предлагает, значит, частный пляж, несколько бассейнов, программа для детей Ридс Китс, 23, вообще огромная спа-зона, спа-здание в этом отеле, 23 уникальных процедурных кабинета, хамам, сауны, и есть даже закрытая зона только для женщин. Вот тех, кому нужна вот такая приватность, обращайте внимание, здесь это есть. Тоже большой выбор ресторанов, баров на территории, различных кухонь. Этот отель расположен совсем недалеко, наверное, в шаговой доступности от Национального музея Катара и рынка Суквакив. Суквакив – это рынок, историческая площадь в самом центре старого города. То есть тоже те, кто любит погулять, походить, можете выбирать этот отель. Но сразу хочу отметить, что этот отель, наверное, самый расположен ближе всего к аэропорту Хамат. Хочу сказать, что аэропорт, в принципе, в Катаре расположен достаточно близко к городу. Где-то, наверное, минут 20 на такси. Если нет пробок, вы доедете до любого городского отеля, в принципе, от аэропорта. И вот этот отель Shark Village борется, он, наверное, самый близкий будет к аэропорту. Следующий отель – пятизвездный отель от цепочки Кимпинске. Это Марса Малас Кимпинске. The Pearl Doha. Расположен на искусственном острове «Жемчужина», «Заперл» в обережье Дохи. Находится всего в нескольких минутах ходьбы от развлекательных заведений, ресторанов в районе вот этого «Заперл», «Жемчужины» Катара. Огромный, великолепный спа-центр, спа «Байк Клеринс» с полным комплексом терапевтических процедур. Семь ресторанов. Тоже включает различные кухни, там иберийскую, левантийскую, латиноамериканскую, ультрасовременный фитнес-центр, большая пляжная линия, несколько бассейнов открытых, детский игровой уголок. В принципе, тоже достаточно комфортный отель для отдыха семей с детьми. Ну, вот он выглядит такой вот, по принципу, дворец. Вот такой вот помпезный, красивый, с шикарным убранством, для тех, кто предпочитает именно останавливаться в таком типе отели. Обратите внимание. Есть еще неплохая опция, интересная для тех, кто хочет отдохнуть, скажем, на природе, побыть наедине с собой, отдохнуть от этой цивилизации. В Катаре есть интересная опция. Это вот Regency Sealing Camp, такой вот люксовый тентовый лагерь в пустыне на берегу моря. Здесь есть и тентовые домики, и сейчас открылись глэмпинги, знаете, такие вот домики с большими панорамными окнами. Очень комфортное пребывание здесь для семей с детьми. Разнообразные предлагаются, ну, активные мероприятия, такие как катание на верблюдах, на внедорожнике под дюном, разные, скажем, игры типа волейбол, футбол, сэндбординг. Вот, также этот курорт, он предлагает, ну, полный спектр услуг, там, начиная там Wi-Fi, кондиционеры, питание, ну, кроме алкоголя, скажем так. Хочу сразу отметить, что в Катаре алкоголь нельзя купить в магазинах, и алкоголь нельзя ввести, то есть вынести из аэропорта тоже алкоголь не получится, да. Соответственно, алкоголь можно пить на территории, там, не знаю, бар, ресторан, ночной клуб, в тех местах, где есть алкогольная лицензия. Вот, и, скажем, вот в предыдущем курорте алкогольной лицензии нет. Но в основном в большинстве отелей есть алкогольная лицензия, то есть с этим проблем нет. Следующий курортный отель «Силайн Бич Амурваб», пятизвездный отель-резорт, предлагает очень неплохие цены демократичные и размещение в роскошных виллах с современными удобствами. Этот отель расположен за пределами Дохи, то есть у нас некоторые отели пляжные, они прямо расположены в черте города, которые вот я сейчас перечислила большинство из них. Некоторые отели, некоторые резорты расположены за пределами города. Так, например, вот «Силайн Бич Амурваб-Резорт», он находится за пределами города, где-то примерно, наверное, в часе езды от Дохи, от аэропорта. Здесь множество вариантов предлагается для занятия водными видами спорта, мотоцикли, лодки бананные, есть также теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для волейбола, фитнес-зал, отдельные плавательные бассейны только для взрослых, для семей с детьми. То есть, в принципе, здесь предлагается все для полноценного отдыха в резорте, для полноценного, скажем, безвыездного отдыха. Еще один отель тоже входит в топ пляжных отелей. Дохи находится в черте города. Это отель Сент-Реджес-Доха. Вы видите на картинке такое шикарное здание. Отель расположен в прекрасном месте, в сердце района Вест-Бей, как раз-таки по соседству с искусственным островом Жемчужина, вот там, где располагается Марс-Амаласк-Лимпинский. Также недалеко от делового центра, поэтому этот отель будет удобен не только для отдыха, но и для каких-то деловых поездок. Шикарный спа-центр. Во-первых, Баттлер-сервис предлагается этим отелям. 24 на 7 Баттлер-сервис. Шикарный спа-центр, плавательный бассейн на улице олимпийского размера. Вот бывает, недавно был запрос на полноценный бассейн, и вот как раз-таки Сент-Реджес, у него на территории огромный бассейн. Десять выдающихся ресторанов, кабаны на пляже. Хочу отметить, что открытые бассейны, те, которые находятся на улице в отелях, не только в Сент-Реджесе, но и в других отелях, они подогреваются в зимнее время. То есть зимнее время в Катаре считается, наверное, конец декабря, январь, начало февраля, это когда, ну, так вот, прохладнее, да. То есть все бассейны, которые находятся на улице, они будут подогреваться. Интересный отель, резорт, wellness resort, зулал, цепочка Чивасам, известная цепочка тайская, расположен на севере Катара. И хотя этот резорт расположен на берегу моря, ну, мы не берем, мы как бы не причисляем его к пляжным резортам. Я просто включила его в презентацию, чтобы обратить ваше внимание на такой интересный продукт, который есть в Катаре. Это вот wellness resort. Значит, здесь сильные приливы и отливы, поэтому мы не рассматриваем этот отдых от пляжной. Мы рассматриваем это как именно wellness resort, резорт для восстановления, оздоровления. Резорт находится где-то в часе езды от аэропорта на севере Катара, как я уже сказала, и занимается оздоровлением, предлагает оздоровительные восстанавливающие программы. Интересен он тем, что принимает семьи с детьми, не все wellness resort принимают, готовы принимать семьи с детьми. Этот резорт принимает. Когда вы будете бронировать размещение в этом резорте, то стоимость размещения будет сразу включаться программа, wellness программа. при заезде ваших гостей будет проведен интервью с вашими гостями, со специалистом резорта, и программа будет выстроена, исходя из потребностей каждого гостя. Так что родители будут заняты одним, дети тоже, если дети приезжают, они тоже, под них будет разработана определенная программа, так чтобы все были заняты, друг другу не мешали. Дети в зависимости от возраста, значит, тоже будет различная программа составлена, так если это маленькие дети, это может быть там рисование, лепка, что-то еще, если это взрослые дети, это может быть волейбол, фотография и так далее. На этом курорте запрещается пользоваться гаджетами, да, во время дня ты можешь пользоваться телефоном, там, или девайсом каким-то, мобильным, или еще чем-то гаджетом, только в номере. Есть ограничения по потребляемым калориям, то есть ты не можешь тоже, например, съесть больше калорий, чем тебе положено по программе, ну и плюс, естественно, в резорте отсутствует алкоголь полностью, то есть он поддерживает полностью здоровый тип питания, здоровый тип жизни, вот эти все программы и так далее, и, конечно же, отсутствует алкоголь. Но имейте в виду, что вот открылся такой, это новый резорт, он практически недавно совсем открылся, но продукт интересный. Отель Риксос Гал в Доха, новый отель, открылся буквально перед чемпионатом мира, вот чемпионат мира по футболу сейчас идет в Катаре, кто следит, наверное, знает, он начался 20 ноября, заканчивается 18 декабря, вот этот отель открылся как раз-таки к чемпионату, это пятизвездочный шикарный отель, знакомое название Риксос, и этот отель сейчас первый и пока что единственный, который предлагает размещение на базе «Все включено». То есть, если остальные отели, они могут предлагать там завтраки, полупансион, полный пансион, то здесь отель Риксос предлагает нам «Все включено», то есть завтраки, можно выбрать завтраки, полупансион или «Все включено». «Все включено» подразумевает Обед, завтрак, ужин, плюс напитки безалкогольные и алкогольные в течение дня. Опять-таки увлекательное гастрономическое путешествие, элегантные лаунжи, богатый шведский стол. Ну и у отеля есть удостоенный наград спа-центр, где практикуются фирменные ритуалы, восходящие к временам Османской империи. Превосходное место для установления связи со своим внутренним я. Как вы заметили, большинство пляжных отелей, пятерок, которые мы сейчас рассматриваем, имеют шикарные спа и предлагают очень много различных процедур. Поэтому, если есть у кого-то интерес именно по оздоровлению, пожалуйста, предлагайте Катар. В любом отеле, наверное, вы сможете предложить что-то такое очень интересное, эксклюзивное. Еще один интересный отель – Raffles & Fairmont Duhal. Недавно открылся, открылся в этом году. Вот это вот здание, которое, наверное, является теперь таким архитектурным символом и знаковой достопримечательностью Катара. Это Катар Тауэрс. Вот вы видите, да, вот таких два изогнутых здания. В одном крыле там Raffles Hotel, в другом Fairmont. Шикарный по своему уровню отель, скажем, таких вот, наверное, для самых требовательных гостей. Он подойдет, тоже предлагает различные виды процедур, студии, заздоровление, спа, плюс фитнес, спиннинг, тренировки, йоги, детский бассейн, гидромассажный бассейн, множество других возможностей. Ну и плюс предлагает доступ к морю, то есть выход для, ну, как бы пляжный отдых в том числе. Еще один, наверное, один из последних, которые мы рассматриваем сейчас в этой презентации отелей, это Intercontinental Doha, пятизвездочный отель. Вот здание вы видите на картинке. Этот отель расположен неподалеку от отеля St. Regis в том же районе. Отель городской со своим частным пляжем и по сравнению с остальными городскими пляжными отелями, в этом отеле самая, скажем, протяженная пляжная линия. Отель имеет 375 номеров и люксов с различными видами, но без балкона. Частный пляж, как я уже сказала, открытые и закрытые бассейны, зоны для детей, широкий выбор баров, развлекательных и ночных заведений. Был очень популярен этот отель в период до пандемии, мы очень часто его предлагали туристам до пандемии. Был очень популярным. Еще один отель, последний в этой презентации, отель Banana Island, скажем, не отеля Resort, расположен на вот таком вот природном острове. Сверху, если смотреть на этот остров, он выглядит как банан, поэтому он назван Banana Island Resort в цепочке Анантара, этот резорт. Этот резорт, наверное, напоминает Мальдивы, то есть этот резорт выстроен по типу Мальдив, тут есть и обычные здания, есть и виллы с собственным выходом, есть и виллы на воде. Резорт находится на острове, как я уже сказала, это примерно в 30 минутах от города, от Дохи. То есть отправляется каждый час, отправляется такой люксовый катер закрытого типа и перевозит своих гостей с центра города, с терминала определенного на этот резорт. Вот этот вот катер, который осуществляет перевозку, трансфер по воде, он бесплатный, то есть цена его стоимости, она включена в цену проживания в этом резорте, потому что бывают вопросы. Вот этот резорт, один из немногих, который не имеет алкогольной лицензии. Основной фокус здесь на семье с детьми. Здесь, в принципе, есть все для полноценного отдыха, то есть есть и открытые и закрытые бассейны, есть и вип-кинотеатры, боулинг, и дайвинг-уроки, есть и детский клуб, где детей можно оставить, и дети даже могут поспать там в течение дня. В общем, несколько ресторанов, там семь ресторанов, которые предлагают разную кухню, да, то есть поэтому этот резорт тоже интересен тем, например, кто любит Мальдивы, но не хотел бы далеко лететь, да, пожалуйста, можно прилететь в Катар и поселиться в Банана Айленд, цепочке Нантара. В принципе, на данный момент, как бы, вот это основные топ отелей пляжных, все они, как вы заметили, пятерки в Катаре, которые можно, как бы, рекомендовать вашим гостям, вашим туристам, причем все они предлагают отдых, подходят для семей с детьми, у них у всех есть такие возможности, чтобы принимать семьи с детьми, вот, ну и какие-то из них находятся в городе, какие-то загрузки, городом, то есть, в принципе, здесь есть вариации в зависимости от предпочтений ваших гостей. Коллеги, если есть у вас вопросы, давайте обсудим, я пока закрою. Так, давайте перейдем теперь к вопросам. Виза все же требуется, что такое ДД? А, добрый день, виза все же требуется, просто сейчас она бесплатна, совершенно верно, для граждан конкретно, например, Казахстан, России, Азербайджана. Ну, вот, я как сказала, 95 стран участвуют в этой программе, виза ставится по прилету, вот, как вот, проходите контроль паспортный, там получается виза. Так, что еще? Что лечат? Лечат там, вот, если мы говорим про Зулал-резорт, ну, это не, скажем так, это не медицинский резорт, да, вот, как бы в том понимании, как вот, например, да, что нужно, там, справки собирать, направление от врача. Нет, это велнес-резорт, и он предназначен именно для восстановления, для оздоровления, как бы, знаете, вот, организма, то есть это больше такой вот восстанавливающий резорт, поэтому здесь он, я не знаю, вечер, наверное, морально людей от перезагрузки. Это перезагрузка. При хаффборд чай, вода или чай входят. Смотрите, когда вы бронируете, например, отель, и вы берете, выбираете тип питания хаффборд, да, это полупансион, смотрите, чай, вода, соки, входят там, кофе на завтраке, это входит на завтраках. А если вы, например, идете на ужин, да, у вас хаффборд, как правило, включает завтрак и ужин, ну, как правило, то ужин нет. Ужин там, может быть, максимум вода будет включена, но остальное уже доплачивается дополнительно. Какие месяцы купальные? Смотрите, купальные, в принципе, все в месяц, ну, зависят от людей. Вот, скажем так, для меня, например, конец декабря, январь, начало февраля для меня прохладно, то есть я предпочту лучше купаться в бассейне на улице, да, потому что там вода, мне будет казаться, что теплее, чем в море. Вот, но, в принципе, например, как бы мы там были в это время, дети купались, как бы нормально, ну, да, может быть небольшой ветерочек, может быть, но вода теплая, да, но вот из-за ветерочка как бы может быть не очень так комфортно. В Риксисе для детей есть развлечение Риксик Клаб. Вот, кстати, сказать, я это уточню, потому что отель новый, мы только начали его предлагать. Сейчас давайте я этот вопрос себе запишу по поводу Риксиса, и потом, я думаю, что Фанан Сан с вами поделится, Риксис. Риксис, да, я понимаю, о чем вы, это вот как бы цепочка, которая, ну, имеет свой концепт, да, аниматорский. Я уточню, сейчас не готова сказать, мы вот только начали, еще пока не возникало таких вопросов, если честно. Во всех отелях здесь подогреваемый бассейн, так как сейчас, да, да, отели, вот эти вот, которые мы сейчас с вами рассматривали, этой пятерки, вот у них открытые бассейны, которые на улице, они, да, они подогревают. Ну, ветра как таковые, прям сильных ветров нет. Бывает такой, знаете, такой легкий ветерок, но он такой как бы, ну, прохладненький, бывает такое, да. Прям какие месяцы купальные, короче, самые купальные месяцы, скажем так, Так, самый классный сезон для Катара. Давайте так, октябрь по июнь, да, по июнь, вот, из них, например, декабрь, январь, это вот месяцы, когда наиболее прохладно. Хотя люди тоже купаются, там где-то 20-21, там, 21-22 градусов, да, ну, и 22, может быть, погода, да, то есть, ну, в принципе, купальный там весь год, если в общем говорить. Так, инфраструктура возле городских отелей развита, кафе, да, конечно, вы что, инфраструктура сейчас после чемпионата будет просто космос, потому что много чего открылось, много проектов, которые вот именно к чемпионату готовились, да, метро открылось в Катаре под чемпионат мира, поэтому в зависимости, конечно, где вы остановитесь, там, где-то отель может быть, ну, к нему близко, какие-то рестораны, кафе, там, какие-то променады, какие-то отели, там, может быть, придется, там, доехать на метро или на такси, понятно, что, например, на той же Карниш, на этой улице, да, этот променад известный, там нет вот кафешек на ней, это просто прогулочная, да, это просто такая вот улица для прогулок, вот, но, в принципе, в Катаре, ну, в Дохе очень много разных ресторанов, есть и высокого уровня, и пятизвездочные рестораны, там, с разным меню, с высоким чеком, есть и небольшие рестораны, есть местные какие-то кухни, где очень можно недорого поесть, плюс в Катаре есть же еще фастфуд, такие типа КФЦ, Макдональдс, поэтому там на любой кошелек можно найти или покушать. Так, коллеги, не стесняйтесь, задавайте вопросы, вот все, что вас может беспокоить. Банковские карты принимают, ну, если у вас карта выпущена в Казахстане, то принимают. А, еще хотела сказать, знаете, что по поводу отелей. Отели, поскольку они пятерки, и вот есть там из-за них пятерки с плюсом, Белакс, то берут они депозит при заселении. Депозит может быть один, там, размер стоимости одной, двух, там, трех ночей, да, берут они в валюте, могут взять депозит, могут взять картой, и потом при выезде вернут вам этот депозит. Если брали, например, депозит в долларах, вернут в реалах катарских, то есть только в местной валюте. Если депозит носился к карте, то вернут там депозит на карту. Так, коллеги, не стесняйтесь, что-то типа турист налога. Нет, туристического налога в Катаре нет, пока что, по крайней мере. Вот, не буду загадывать наперед, но вот на данный момент туристического налога нет. То есть вы вот оплачиваете проживание, там, я не знаю, трансфер, что угодно, все там с туристов, ничего дополнительного, никакого налога не будет браться. Так, есть ли бюджетные отели? Да, есть бюджетные отели, но сразу хочу сказать, что вот сейчас вы рассмотрели с вами отели пляжные, те, у которых есть собственный пляж, да, то есть я как бы акцентировала на это внимание. Есть отели городские, да, то есть ты можешь проживать в городском отеле, можно выбрать четверку, да, можно выбрать три звезды отель и пойти на пляж, да, поехать на пляж и пользоваться тоже пляжной инфраструктурой, это тоже доступно, да, ну, просто это тема другой презентации, скажем так. Отели с детской концепцией, с детской, ну, вот все пятерки, которые мы сейчас рассмотрели, ну, они принимают семьи с детьми, там есть и детские бассейны, ну, или зона в бассейне детская, есть и граильда из комнаты, можно услуги няни заказать, там, как бы все это есть. Единственное, что там нет вот этой анимации, как мы привыкли, да, там, например, в Турции, предположим, да, анимация для детей, там такого нет. Халяль, вы имеете в виду банана халяль? Есть отдельные бассейны, пляжи, ну, насчет халяля, я вот, если честно, халяль это же определенный концепт питания, по-моему, там нет халяля как такового, но я уточню, халяль, банана, да, халяль, халяль, я уточню, но там есть, скажем, виллы с отдельным выходом, да, к бассейну, есть приватные, можно найти приватные виллы, да. Городские пляжи бесплатные? Да, городские пляжи будут и бесплатные, и платные. Детское питание тоже можно, да, заказать в ресторане. Многие ли отели предоставляют услугу бесплатного трансфера до пляжа? Ну, вот пока еще, вот на данный момент, я скажу так, пока у меня нет такой информации, то есть, если вы остановились в отеле в городском, пока что вы сами, ну, ваши туристы сами будут добираться до пляжа, там, на такси. Кстати сказать, в Катаре есть такси, есть метро, есть Uber, есть автобусы, поэтому, в принципе, там очень много вариантов, как добраться до пляжа. Пока еще нет такой информации. Если будут, если появятся такие отели, которые будут трансферы делать, я думаю, что они появятся, то я думаю, что фанэнцам вас как бы оповестит. Да, персонал есть, говорящий на русском языке, совершенно верно, в большинстве отелей, на ресепшене, в ресторанах, даже в аэропорту можно встретить русскоговорящих наших соотечественников, да. Даже как бы это, в принципе, вообще английский язык – это язык общения в Катаре. Но есть и русскоговорящие. Трансферы в торговые точки есть? Трансферы в торговые точки нет? Трансферов как таковых, вот таких, знаете, как групповые, вы, наверное, имеете в торговые точки нет. То есть, если вы хотите, например, посетить шоппинг-мол, там в Катаре более 20 разных шоппинг-молов, пожалуйста, выбирайте. Вы можете доехать на метро, потому что сейчас в Катаре есть метро. Стоимость проезда 2 реала. 2 реала – это меньше доллара. 1 доллар – это 3,5 реала, да. А стоимость проезда на метро 2 реала. Вы можете сесть. Метро сейчас покрывает, в принципе, основные точки, основные достопримечательности, основные отели. Есть везде станция метро. Вы можете сесть, доехать до любого шоппинг-мола, либо заказать трансфер. Вот таких вот прям организованных, знаете, нет таких трансферов в торговые точки, если вы это имеете в виду. Экскурсии есть популярные? Да, экскурсии популярные есть. Сейчас, минуточку, я могу вам поделиться буквально пару слайдов. Видно меня, да, Егор? Можете подтвердить? Или кто-нибудь, скажите, вот сейчас я поделилась экраном. Да, да, видно. Видно, да? Вот смотрите, просто в двух словах. Популярные экскурсии. Для тех, кто едет первый раз, вот рекомендуйте сразу взять обзорную экскурсию, да. Обзорную экскурсию с русскоязычным гидом. Гид провезет по основным достопримечательностям, расскажет, что, о чем вообще, почему. И дальше уже люди, ну, как бы оставаясь в Катаре, там, дальше, да, на выходные, скажем, в отпуск, они могут сами уже пойти по тем местам, где они были с гидом, и дальше уже их исследовать самостоятельно. То есть, пожалуйста, Доха-сити-тур, прогулка по вечерней Дохе, шикарная тоже экскурсия, там, ну, очень классная иллюминация, ну, высотные здания, очень красиво, можно совместить там с ужином и так далее. Арабский рынок, Суквакив, это такое атмосферное, историческое место, площадь, куда мы, ну, обязательно рекомендуем к посещению и обязательно ее включаем в наши обзорные экскурсии. Полуостров Зикрит, ну, это такая. Сафари, пожалуйста, сафари по песчаным дюнам к внутреннему морю. То есть у нас сафари достаточно адреналиновые по сравнению с нашими соседями. Там высокие дюны, очень-таки обрыдистые, это очень классная сафари, по отзывам я сужу и сама была. И плюс мы еще совмещаем сафари с посещением внутреннего моря. В Катаре есть внутреннее море. Это шикарное вообще место, вообще, ну, уму непостижимо. В центре пустыни море существует, да, это природный заповедник, находится под защитой ЮНЕСКО, насколько я помню. И мы совмещаем сафари с посещением внутреннего моря. Очень красивое место. Вот, тоже интересно. Есть, пожалуйста, посещение парк развлечений, аквапарк. Есть гольф-клубы в Катаре. Мы делаем туда, значит, экскурсии, ну, вот, Суклаки в Маширип район. Есть парк аттракционов, недавно открылся. The Quest подземный парк. И там уже есть два аттракциона, признанных самыми высокими в мире и так далее. В общем, если честно, у меня очень много экскурсий. И, как бы, просто нужно понять, что хотят люди увидеть. Хотят ли они посетить музеи, хотят ли они заняться спортом, хотят ли они культурную программу, да, там, ну, как бы, хотят ли они гастрономическую программу. То есть, в принципе, достаточно много. Инфотур, это вот вам нужно коммуницировать с Fun and Sun, это с ними, да, по поводу инфотура. Да, экскурсии популярные, но вот я перечислила, но на самом деле у нас больше 40 экскурсий туров. Это может быть и тур китовым акулам мы делаем сезонно, и там на какую-то органическую ферму, и там занятия дайвингом, и каякинг в монгровых лесах. Так, то есть, очень много опций для любого типа туристов, для активных, для спокойных, для семей, для друзей. И всегда можно что-то интересное найти. Я даже рекомендую, когда вы первый раз отправляете туристов, обязательно советуйте взять экскурсию. Так, вход в море Пологии, да, в принципе, Пологии, но вот насколько я обратила внимание. Ну, кроме, наверное, вот Raffles and Fairmont, отель, который мы рассматривали на презентации, у них нет такого, знаете, как бы песчаного входа в море, у них подстроена такая площадка, такая вот типа, не знаю, пирса, что-то такое, да, к отелю, и ты спускаешься в море там по лестнице. Вот, а так в основных, да, все стоят на песочке. Коллеги, если есть еще вопросы, не стесняйтесь, кто слышал, может быть, какие-то остались сомнения в процессе, что-то такое спрашивают, просто любые вопросы задавайте, пока есть у нас момент, я могу ответить. Интернет в отелях везде есть, да, интернет бесплатный, да. Сим-карту можно купить катарскую в аэропорту, прям по прилету, там была стойка, можно купить, и также сим-карту можно купить в каких-то шоппинг-центрах, в специальных вот этих вот точках телефонных, они продают там ареда или водофон, карта стоит примерно 35 реал, насколько я помню. Да, можно, можно купить, ну, паспорт потребуют и продадут. 35 реал, это примерно карточка будет стоить 9 долларов, ну, 9,5. Инфо-тур, ну, вот я говорю, к фан-н-сан, это вот ваш туроператор, это они организуют инфо-туры. Так, еще что-то по катару. В принципе, как я говорила, есть отели разной категории, есть и пятерки, и четверки, ну, немного совсем трехзвездные отели, и ваши туристы могут выбрать на любой кошелек. Опять хочу еще обратить ваше внимание, что если, например, ваши туристы летят транзитом, через Доху, куда-то еще, ну, куда-то далеко, и у них долгая остановка в Катаре, например, между рейсами, там они прилетели там в Доху, а им вылетать там завтра, да. Если у них 12 часов есть между рейсами и более, они могут сделать остановку в Катаре, да, и воспользоваться специальным предложением, которое называется стоп-овер. Вот стоп-овер, как я говорила в самом начале, предлагает стоимость там, ну, вот просто скажу, от где-то, наверное, 30 долларов за номер за ночь в сутки, вмещая до трех человек, это два взрослых плюс ребенок до 12 лет, и еще можно сделать чекин в любое время, там в 5 утра прилетели, вас в 5 утра посели, а ты не нужно ничего доплачивать. То есть вот рассматривайте еще опцию Катара, как, например, транзит, как транзит, то есть для тех, кто летит, хочет остановиться, хочет одним глазком взглянуть с тем, чтобы, например, дальше туда обратно вернуться. Сколько лететь? Лететь примерно, по-моему, 5 часов, там, около того. Если вы летите Катар-Аэрвэйс, прямой рейс, там, Алматы, Доха, по-моему, примерно 5 часов. Или около того. Так, ну, что еще, если есть вопросы? Если нет, то, Егор, как у вас по ощущениям? Если нет, можем закругляться, я думаю, если больше вопросов. Если нет, если есть еще вопросы, задавайте. Да, я думаю, что вы ответили, по-моему, уже на все, если честно. Ну, мы основное затронули, там вообще нюансов может быть много, да, люди спрашивают, как правило, сколько там, например, людей может поместиться в одном номере, да, вот когда бронируют там двое взрослых, двое детей, может ли в одном номере поместиться. А если там экстра-бета, там очень много нюансов, которые возникают в процессе бронирования, да. Вот, ну, это мы уже по ходу, я думаю, будем разбираться. Так, с фруктами обстоят дела. О, с фруктами шикарно обстоят дела. Вот, я не знаю, прилетите, зайдите в любой какой-нибудь каррифур или там какой-нибудь мол. Ну, я не знаю, я видела вот эти вот горы этих фруктов. Нет, там проблем с фруктами вообще нет, по-моему. В любой маленький магазин, там везде они продают арбузы нарезанные, дыни нарезанные. Просто идешь по улице, заходишь в маленький какой-нибудь магазинчик, они тебе все упакуют и купишь там за небольшие деньги кусочек арбуза или там в каком-нибудь, не знаю, ананасе или еще что-то. А, в отелях? Да, нормально все. В принципе, в отелях. В отелях вот все вот то, что отели мы сейчас говорили с вами, это, ну, они пятерки в первую очередь. И там куча ресторанов, и каждый ресторан старается как бы накормить от души, поэтому с фруктами там нет проблем. Вот, хотела еще сказать, что для тех, кто едет с детьми, очень много парков интересных, развлечений, да, вот помимо того, что я перечислила, это аквапарк, это парк The Quest, вот этот подземный парк аттракционов, плюс там есть еще Angry Birds Park, Snow Doom Park, Planetarium, Кинзания, то есть там очень много парков, куда можно пойти с детьми, пойти, исследовать там же, покушать, заняться шопингом, плюс там уличные парки, которые бесплатные, там всякие каталки, качельки, в общем, очень много возможностей отдыха с детьми и безопасного отдыха, и как бы спокойного, поэтому рекомендуйте. Ну, и для тех, кто любит приватность, тоже можно найти виллы с каким-то таким, с приватным доступом к бассейну, к пляжу, в общем, к такому спокойному отдыху. Все, коллеги, тогда заканчиваем. Спасибо вам большое за уделенное время. Продавайте, удачи вам, удачных продаж, и будем на связи. Спасибо большое, Юлия, за презентацию. Спасибо, Егор. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Хорошего дня. До свидания.